И спасибо большое команде Арт-Микен за возможность выставить эти работы здесь. Сегодня я хотел бы рассказать немного о своем проекте, который называется Монументальный Алматы. И в первую очередь, я хотел бы рассказать немного свою личную историю, потому что очень многих удивляет, как же таким проектом, такой работой занимается американец. Это я, когда я впервые приехал в Казахстан 5 лет назад. Я приехал на программу, чтобы изучить казах. Это я 5 лет назад. Я приехал в Казахстан по программе изучения казахского языка. Но это не было моим первым визитом в Казахстан. До этого, в 17 лет, я был здесь по программе обучения. И так началась моя история взаимоотношений с этой страной. И 5 лет назад я впервые находился в Алматы как независимый взрослый человек, который может передвигаться по городу, изучать что-то и рассматривать город поближе. И тогда, 5 лет назад, одна из особенностей города, которая привлекала больше всего моего внимания, большое количество мозаик по всему городу. И мозаики были одной из первых тем, на которой я начал писать в своем блоге, который назвал «Гуляй пешком по Алмате». И на этом сайте я описывал те небольшие, те маленькие детали, которые, по моему мнению, делали из Алматы, Алматы. И несмотря на большое количество разных коллекций, одна из самых больших была мозаики. И мне показалось, что мозаики заслуживают намного большего внимания, чем уделялось. И только спустя вот эти 5 лет, собственно, я смог сфокусироваться на таком монументальном искусстве. И чем больше я изучал город, тем большее количество разных объектов я находил. И я начал делать карту, мозаик и других монументальных видов искусств, которые находил в городе. И Алматы оказался необычайно богатым на подобного рода монументальные работы. Но когда я начал изучать информацию подробнее, очень мало источников, кроме как, за исключением книг Валерии, например, было о том, кто создавал эти мозаики, каким образом, когда. И это очень интересно. Я вообще рассматривал Алмату как живой музей. И это музей, в котором есть прекрасные монументальные работы, но совершенно нет ни указателей, ни каких-то определений. И меня заинтересовало это настолько, что я решил взяться за это самостоятельно и организовать все это. И я начал с очень простого сайта, который называется Monumental Алматы, Monumental Алматы. И на сайте я публикую фотографии тех объектов, с которыми я столкнулся. И на сайте я публикую пять видов монументального искусства, с которыми я сталкивался. И наверняка один из самых популярных видов работы – это мозаики. Но у меня также есть целая секция по поводу рельефных панелей, муралов, витражей и работ в технике, которая называется с граффито. И в некоторых случаях бывают комбинации таких работ, как, например, рельефы и мозаики. Но эти пять видов монументального искусства – это основные, на которых я предпочел сфокусировать свое внимание. И есть еще две техники, которые обычно люди включают в монументальное искусство, но на которых я не делал акцента. Я не стал публиковать работы статуи и монументы, потому что мне показалось, что их настолько большое количество, что, возможно, они отвлекали бы от остальных работ. И мне также показалось, что вот те пять видов монументального искусства, на которых я остановился, это работы, которые ближе к архитектуре, в то время как статуи и монументы прочие – это больше внешний дизайн города. И вторая категория, на которой я предпочел не останавливаться – это габелены. В какой-то момент на меня накатывает сожаление, почему я из этого не взялся, потому что это достаточно большая и богатая история монументального искусства в Казахстане. Но, к сожалению, их осталось очень мало для того, чтобы подобный гид или подобная карта была бы полезной в навигации по ним. Я бы хотел показать немного больше, как работает сам сайт. Для каждого объекта, с которым я столкнулся, есть отдельная страница. И на каждой странице есть описание автора, года работы. Есть также разные подборки разных фотографий разных периодов. И также указан адрес и карта расположения данного объекта, чтобы вы могли сами пойти и посмотреть. Очень важной частью проекта для меня было также выяснить и рассказать о том, кто непосредственно делал эти работы. И одна из самых интересных частей этого сайта – это биографии тех авторов, которые непосредственно занимались этими работами. И когда есть вот эта личная история, есть фотографии авторов, это позволяет воспринимать работы более живо и более лично. И для каждого автора есть своя страница, где есть небольшое описание биографии, а также список работ или каталог работ, которые он или она сделали, выполнили. Я хотел бы рассказать немного о том, как я занимался непосредственно исследованиями по этим работам. Это было очень сложно, потому что вначале, кого бы я не спрашивал, они все рекомендовали мне только одну книгу. Валерия, я думаю, может, выяснить, какой книг это есть. Это книг, который она работала в 1989 году «Монументальное искусство Казахстана». Это авторская работа, но нам также удалось найти несколько других материалов, например, журналы «Монументальное искусство». И это, конечно, пришлось перелопатить огромное количество литературы в библиотеке Пушкина, и для меня это было просто кошмаром. И каким-то таинственным образом половина книг, которые мы находили по каталогам, не были на полках. И сразу видно тех, кто занимался подобными исследованиями, вы киваете головой, и я вам искренне сочувствую. Мы также начали исследовать государственные архивы. Мы не можем показать, к сожалению, видео сегодня, но это отрывок из него, который мы нашли в архивах по «Монументальному искусству». Однозначно один из самых полезных источников информации – это была встреча с непосредственно авторами самих работ. И для меня было огромной честью встретиться непосредственно с Владимиром Сергеевичем Твердохлебовым. Который был одним из авторов, которые сделали большой вклад в монументальное искусство в городе. И мы провели огромное количество времени вместе с ним, обсуждая работы, попивая чай и прикоску с печеньями. И у меня огромное количество благодарности за его уделенное время. И, к сожалению, осталось очень мало людей, как Владимир Сергеевич, которые могли бы рассказать, потому что я очень поздно занялся этим проектом. И, к сожалению, большая часть авторов, которые занимались этими работами, они не дожили до сегодняшнего дня. Или переехали за рубеж. Или таинственным образом исчезли с лица земли, и их невозможно найти никаким образом. Но очень результативная оказалась работа с Союзом Художников, потому что они смогли организовать очень многие встречи и процессы. И я хотел бы провести вас с собой по этапам, по истории монументального искусства в Алматы, так как я его вижу. Мы можем предположить, что пионером монументального искусства в Алматы был этот господин. Его зовут Иван Вахек, и, как мне, он приехал в Казахстан из далека. И он сам родом из Чехии, тогда Чехословакии, и он поехал добровольцем в Тбилиси в организацию, которая тогда называлась Сокол. 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 Как Фалкон. Сейчас, когда я начал читать о этой организации, это довольно интересно, потому что они были гимнастическим клубом, или они были гимнастическим клубом, но также пан-слабский, националистский политический партий. Так что это очень необычная комбинация, гимнастическое и политическое. И у них удивительная история, это очень интересная комбинация. С одной стороны, это был клуб, который занимался, по сути, легкой атлетикой или гимнастикой, но при этом они были параллельны такими пан-славянской организации, очень политизированной партией. И представьте себе, вот такой гимнаст-политик, или политически заинтересованная фигура, приезжает в Тбилиси, и тогда он работал переводчиком в посольстве. Когда Сталин пришел к власти подобного рода, люди сразу же попали в зону недоверия и его выслали в Алматы. И здесь он нашел для себя новое увлечение, нашел для себя новую жизнь. Он начал работать со скульптурами. И я думаю, что очень многим алматинцам некоторые работы будут вполне знакомы. И это один из барельефов, который находится на Калинино-Кунаево. Он также делал барельефы на вокзале Алматы 2, школе номер 12. Но, к сожалению, он смог закончить только несколько работ, потому что тот период, в котором он жил и работал, был достаточно опасным. И, насколько нам известно, в конце 30-х годов, в 38-м или 39-м, его отправили сначала в лагеря, и там он, собственно, и погиб. Таким образом, мы можем представить, что это небольшой вспышку монументального искусства в городе, в очень классическом виде. И вы можете видеть очень короткую вспышку монументального искусства в классическом виде. И в этот период, по сути, есть только барельефы из тех видов искусства, которые мы назвали бы, из тех работ, которые мы могли бы назвать монументальными. И один из самых важных моментов периодов монументального искусства в Алматы наступает спустя практически 3 десятилетия и начинается с Владимира Сидоркина. И переход характеризуется с такого типичного, с классического барельефа на более экспериментальные виды техник. И считается, что одним из первых работ, это была работа в декорировании внешнего вида тюза на Блайхана, это было в 63-м году. Мы к этой работе, конечно, еще вернемся, но мне удалось найти также работу, которая была выполнена раньше на 2 года. И вполне возможно, что эта работа была выполнена на 2 года. Из архивных материалов я могу предположить, что ее установили в 61-м году. Сейчас эта работа находится в очень необычном месте, в микрорайонах, в микрорайоне 2, в западной части города. И совершенно очевидно, что ее разукрасили или покрасили. Но учитывая, что ей больше 50 лет, в принципе, она в очень хорошем состоянии сейчас. Но я, когда впервые увидел вообще это скраффито, я сразу подумал, что это работа Сидоркина. И я думаю, что те из вас, которые имеют отношение к искусству или художникам в искусстве, историки в искусстве согласятся, что у Сидоркина есть видимый такой очень классический почерк, который сразу же заметен. И это удивительно, что Сидоркин, будучи такой достаточно яркой фигурой в монументальном искусстве, и про эту работу известно очень мало, и она находится фактически просто где-то во дворе, во втором микрорайоне. Now, of course, more familiar to many people here is the recently uncovered скраффито of Сидоркин at the Cilini Cinema. Я думаю, многие из вас наверняка знакомы уже с недавно обнаруженным скраффито в кинотеатре Cilina, в бывшем кинотеатре Cilina. Одним из недавних чудес было обнаружение данного скраффито под реставрированным интерьером, который буквально был скрыт от взгляда порядка 20 лет. And I think when people saw this work, it had this emotional resonance because it's such clearly a masterpiece. And to imagine that sometimes, somewhere, somebody thought it was a good idea to cover this up with pieces of plaster is nothing less than a crime, I think. But as we'll see, Сидоркин was really a pioneer in this work. This is another work that is not as familiar to many people. Now, this is a work that's really interesting, it's on a music school on Чапаева-Абая. So what we see here is a work in a special technique that I believe was developed by Сидоркин's co-artist Олег Богомолов. И здесь мы видим очень интересную технику, которая была применена в этой работе, которую, скорее всего, разработал коллега Сидоркина, Олег Богомолов. Сидоркин himself was a graphic artist and was not a monumental artist by training. Сам Сидоркин был художником, графиком, художником-графиком, он не был монументалистом. So for his monumental art, he always had a partner, in most cases, it was Богомолов who helped him produce his works. И для монументальных его работ у него всегда был соп-партнер, и зачастую это был Богомолов. And what we see with Богомолов's work is that it's a very interesting medium that they're working in. И по работам Богомолова, мы можем видеть, что это очень интересный способ, очень интересная техника. So this was a time before the most common mosaic material, which is smalta, something that we can see in these mosaics here, was not yet widely available in Almaty. И интересно то, что эти работы были до того, как стала популярна смальта как основной вид работы для мозаики. И сама техника заключалась в том, что использовались камни или кусочки гранита, которые были вдавлены, впечатаны в, как мне кажется, крашеный бетон. И мы видим такую же технику в облицовке тюза. И мы видим такую же технику на казахфильме. И авторами данной работы были тоже Сидоркин, Богомолов и еще один художник Генриха Дандерфер. И дальше можем перейти к следующим пионерам монументального искусства, которыми Николай Цевчинский и Молдах Меткинбаев. Молдах Меткинбаев. Молдах Меткинбаев. И многие из алматинцев могут узнать эту работу потому что она украшает фасад гостиницы Алматы. И на тот период, когда Дуэт начал работу, тогда еще не было особо смальты, и они использовали в своей работе керамические осколки. И у Цевчинского и Кенбаева можно очень легко узнать, собственно, именно по технике использования этих фрагментов кафеля. И только позже они уже выполняли какие-то из своих работ с Мальтой. И я думаю, что эта работа еще один пример прекрасной истории за последние несколько лет. Эта мозаика стояла когда-то снаружи магазина Казахстан на Ленину. И сын господина Кенбаева, Алпамыс, рассказывает, что он как-то проходил мимо этой работы. И он увидел, что ее пытаются фактически разобрать, и явно нет никаких намерений сохранить ее. И он ее забрал, и какое-то время она выставлялась, находилась в детском лагере под Алматой. И мне кажется, эта работа была достаточно значимой для многих алматинцев. И однозначно город без нее, город очень скучал по ней. И, к счастью, сейчас эта работа выставлена на холме Куктубе и доступна к тысячам визитеров. И она была восстановлена. И вот следующая работа, это одна из первых работ Цевчинского Кенбаева в технике витража. Сейчас витраж стоит в торговом центре Сымбат. И сейчас витраж находится, по сути, между этажами на лестнице, которой не так легко найти доступ. И, скорее всего, вы бы никогда не увидели, если бы там не работали сами. Но вполне вероятно, что это одна из первых работ витраже, которые были выполнены не только в Алматы, но, возможно, и в Казахстане. И одна из интересных особенностей этой работы в том, что фактически это не совсем витраж, а здесь стекло было покрашено снаружи. И вполне возможно, что эта работа появилась вследствие того, что они просто работали с теми техниками, с тем материалом, который у них был доступен на тот момент. Это одна из самых примеров, где мы видим, что артист написал его имя. В одной из петербурга, которую одна из женщин в этих стейн-глассах держит, мы можем видеть начальник Николая Цевчинского Кенбаева. И на этой работе мы видим в одном из элементов этого витража, если не ошибаюсь, это на одном из ювелирных украшений, одной из персонажей на витраже, здесь оставлены инициалы самого автора Николая Цевчинского. Сейчас, что-то изменилось, несколько лет назад, с созданием целого комбината для монументального искусства. Вещи, построительства очень сильно поменялись чуть позже, с возможностями, с новыми техниками комбинированных работ. Комбинат О'НЕР, это как фактически как фактически, фактически. Да, на производственном комбинате. И сам факт запуска подобного комбината создал целую волну, такую плеяду людей, которые вдруг могли работать в подобной технике, то есть, если до этого было буквально два-три художника, то сейчас это было большое количество людей. Это 69-70-е годы, и это очень интересный период в развитии города. Дин Мухаммед Кунаев, используя свои ресурсы, смог привлечь большое количество, в том числе, зарубежных художников, архитекторов, для того, чтобы придать Алманте очень современный вид. И в этот период была приглашена целая группа выпускников, которые только закончили обучение где-то в Москве или в Петербурге. И мы можем сказать, что речь идет о новой волне художников-монументалистов в Алматы. И одним из ярких персонажей новой волны был художник Константинов. Если не ошибаюсь, Виктор Константинов. И его работу можно найти сегодня на фасаде кинотеатра Арман. И его работа была первой в своем роде, это был такой барельеф из бетона. И еще одно из приятных чудес этого года, о том, что владельцы кинотеатра в этом году провели реставрацию этой работы. И еще один из вариантов, один еще из примеров таких работ, брельефа в бетоне, это здание помещения ООН на сегодня. И это работа выполнили два выпускника училища Мухина, Завезенный и Нимец. И интересно, что имя художника-нимец Ян Янович, но его все называли Иван Иванович. Так же, как и меня зовут Денис, но все называют меня Денисом. И мне повезло, и эту фотографию я позаимствовал из нового издания, которое выходит на следующей неделе. И называется оно... И когда я в первый раз попробовал сделать эту фотографию самостоятельно в здании ООН, меня арестовали. И стало очевидно, что я оказался на частной территории, и охраннику это не понравилось, и меня арестовали. Но при этом, когда во время ареста, сами сотрудники полиции были очень профессиональны, были вежливы, и их очень порадовало то, что я говорил на казахском языке. И они меня подвезли до дома фактически, сказали, что в следующий раз, если вам нужна будет крыша, то мы здесь для вас, обращайтесь. И я был очень рад найти эту фотографию, потому что мне с моего телефона пришлось удалить ее тогда. И еще одна из работ Яна Яновича находится в гостинице Утрар. И эта работа выполнена в технике такого керамического рельефа. И мы видим, что в этой волне у художников начинаются разные эксперименты с помощью техник, материалов и так далее, в отличие от более классического варианта барельефа из бронзы, допустим. И в этот период, в 70-х, мы видим очень интересные эксперименты в прекрасной технике скраффито. И здесь мы видим работу с граффито, выполненную Константиновым на одной из музыкальных школ на улице Байзакова, если не ошибаюсь. С граффито – это очень интересная техника, которую нам не стоит ни в коем случае путать с граффити. И оба определения из итальянского, что означает «царапать». И здесь техника в том, что наносится несколько разных слоев разного цвета, и часть из них потом соскребается для того, чтобы работа была в разных цветах. И по работе совершенно четко видны яркие, четкие линии, и это одна из моих любимых техник. И далее одна из техник, про которую мы говорим, это витражи. И если мы говорим о более ранних работах, попытках делать витражи, Цичинский, например, и Кенбаев, они фактически просто красили стекло? Начинаем в 1969, с работы Александра Симакова, мы начинаем видеть совершенно другую, новую технику витража. И эта техника, которая в дальнейшем нашла свою популярность, была очень популярна по всему Казахстану, и на английском мы называем ее «доль дувер». Да, на русском часто говорят про литое стекло. И у таких работ они очень сильно отличаются, например, от витражей, которые мы видим в церквях, допустим, в Европе. И если, например, в случаях с церковными витражами мы видим очень такую изящную детальную работу, тонкое стекло, то как раз-таки в витражах литых мы видим, что это очень толстое стекло, в котором не очень много деталей. К сожалению, в 90-х одна из первых работ Симакова как раз-таки в здании ООН была уничтожена. Но, к счастью, в Алматы еще остались некоторые примеры такой работы. И один из примеров этой работы – это витраж на заводе шампанского, то, что сейчас мы знаем как завод Бахус. И как видно по работе, когда свет пробивается через такие витражи, мы понимаем, что это уникальная техника в монументальной искусстве Казахстана и Алматы. И моя история о монументальном искусстве в Алматы я постараюсь завершить очень интересной работой. Это здание Дома ученых, которое является частью комплекса Академии наук Казахстана. Я считаю, что это не только храм науки, но и храм монументального искусства города. И эта работа была закончена в 1984 году под руководством Владимира Сергеевича Твердохлебова. И это была целая группа разных художников-монументалистов, которые должны были выполнить оформление всего комплекса зданий. Куда бы вы ни пошли в этом здании, вы столкнетесь с монументальным искусством. И в верхнем левом углу вы видите барельеф, который находится в столовой. Слева внизу вы видите роспись на стене в Зимнем саду Академии. И напротив Зимнего сада находится прекрасный витраж выполнен Цивчинским. Но, пожалуй, одна из самых интересных, ярких работ, это мозаика, выполненная Цивчинским и его командой, которая выполнена в технике флорентийской мозаики. Для флорентийской мозаики они используют не смальту, они используют мрамор и драгоценные камни. К сожалению, данная работа на сейчас закрыта, но это работа, с которой не с чем сравнить в Казахстане. И на данный момент этот конференц-зал, конечно, используется и издается. Я понимаю, что здесь есть политический контекст в том, чтобы иметь портрет Ленина, который смотрит на участников сейчас в Казахстане. Но на данный момент они фактически прикрыли эту работу, просверлив отверстие в стене и начинав там какой-то экран. И я попытался поговорить с администрацией здания, чтобы открыть доступ к этой работе. И на данный момент помещение открыто для туристов фактически. Таким образом, руководит вас к этому музею, и вы ходите прямо по этой красивой стейн-глазке. И если вы спросите, что это такое, то они говорят, что это такое. И они shrugят их руки, и они не понимают, что это такое. Но по факту сейчас туристам доступен только музей наук. И даже когда проходя мимо такого ветража, туристы уточнят или спросят, что это такое, что за работа, гиды просто пожмут плечами и скажут, ну, мы не знаем. И я хотел бы, чтобы эти работы и это помещение было открыто не только для туристов, но также для горожан Алматы, поскольку это то искусство, к которому должен иметь доступ каждый горожан. И тут мы подходим к последней части моей сегодняшней презентации, это дальнейшие шаги. И, конечно, для меня было очень интересно и захватывающе заниматься исследовательской работой, изучать все эти работы, но большой вопрос, что будет дальше с этими примерами этих работ. Ну, мы обнаружили, что в каталоге, в котором мы разработали все работы монументального искусства в Алматы, есть более чем 100, но 30% из них уже были уничтожены. И создавая каталог объектов монументального искусства в Алматы, которых там большое количество, там порядка 100? Да, более чем 100. Больше сотни работ, к сожалению, порядка 30% из них уже уничтожены. И периодически мне кажется, что этим проектом я занялся, к сожалению, слишком поздно, и что возможно, если бы я занялся им лет 10-15 назад, большее количество работ осталось бы и сохранилось бы. Я думаю, что один из наших моментов, о котором я больше горжусь, это то, что в последние несколько месяцев мы смогли сохранить один из работ, который находится в подъемном подъемном подъеме на Достык. И одно из достижений, которым я горжусь, это то, что нам удалось сохранить одну из работ монументального искусства в подземном переходе на улице Достык. Многие из вас, наверное, слышали предложения Акима по поводу того, чтобы обновить подземные пешеходные переходы. И в процессе перестройки или переоформления этих подземок выяснилось, что за киосками или за магазинчиками, которые находились в них, нашлись работы, которые больше 20 лет были скрыты, например, подобные рельефы. И это очень интересная романтическая история. На этой работе мы видим Солнце. И напротив этой работы изображение космонавта. И в течение 20 лет космонавт и Солнце, они были разлучены, они не могли видеть друг друга. И если в этом, конечно, можно найти заслуги Акима благодаря этой реновации, они смогли наконец-то встретиться заново. И совершенно поразительно то, что когда я написал запрос в Акима с уточнениями, мне ответили, что с каждой подземкой будет подобная же реновация. И фактически у них в задачах было уничтожение этих бар-рельефов, которые они только-только нашли. И мне удалось встретиться с представителями Медеусского Акимата. И представитель увидел, мы встретились в самой подземке, он сказал, а вот это вот что ли все? Да, конечно, мы все это снесем. Мы обсуждали, рассматривали подробно, поговорили, и в конце встречи он сказал, хорошо, давайте посмотрим, что мы сможем сделать. И я не пытаюсь переписать это достижение только лишь себе, потому что была целая команда людей, которые освещали этот вопрос и занимались им. Но именно поэтому, мне кажется, очень важная необходимость говорить об этих работах и публиковать их, для того, чтобы люди знали, что есть такие работы и ценили их. And when people show that they care, you can see that... Actually, now and now I see that, at least at the local government level, there is some... И таким образом, когда люди показывают, что подобные работы им важны, власть в данном случае начинает прислушиваться к голосу от народа, и они начинают воспринимать обратную связь, которую дает население. И одна из интересных мозаик — это мозаика на подмещении Жен-Пи, автором которой является Севчинский. И как мы уже говорили, Севчинский был одним из пионеров монументального искусства, и это одна из его ранних работ. И это прекрасная работа, но, к сожалению, мы видим здесь целую трагедию, потому что большая часть этой работы фактически была просто закрашена. И кто-то в администрации Жен-Пи увидел мою публикацию, и увидел, что людей очень волнует, что может произойти с этой мозаикой, и обратился с запросом в Министерство культуры по возможности сохранения этой мозаики. И это очень интересно, что на данный момент в списке защищенных объектов искусства мозаик нет вообще. На данный момент есть только архитектурные работы и статуи. Но я думаю, что многие из этих работ, в мосаиках и других форматах, они так же важны, так же важны для истории Алматы и Казахстана, что они также должны быть защищены. И мне кажется совершенно очевидно, что и мозаики, и другие виды монументального искусства являются не менее важными для сохранения, и для сохранения в том числе, виды и духа города. И конечно, понятно, что система может не всегда работать так, как она должна, работать идеально, но тем не менее, хотя бы внесение подобных работ и подобных мозаик сможет хотя бы оформить и показать необходимость сохранения их. И вот это пример той истории, когда мне кажется, что проект запустился слишком поздно. И есть огромное количество примеров, когда часть работ была прикрыта или занята чем-то другим, или уничтожена частично или полностью. Но мне кажется, что одна из причин, почему подобные отношения вообще имеют место быть, в том, что общее население, люди в целом не слышат мнений о том, что такие работы ценны и важны. И часть работ монументального искусства была уничтожена или изменена в 90-е и 2000-х, но и это могло произойти только в случае, если никто не озвучил мнение об их важности и ценности. Но я думаю, что это изменит, особенно в последние годы. В последние годы появился такой движение, такой увеличенный интерес в этом роде, что люди начинают слышать, и, возможно, в последнее время мы не увидим больше трагедий. И я вижу сейчас изменение отношения к этим видам искусства от самого населения, о том, что есть большое количество компаний, которые запустилось, и действия, которые были предприняты для того, чтобы озвучить важность сохранения этих работ. И вопрос сейчас стоит не только в том, можно ли их сохранить, но вопрос еще и в том, как это сделать. Конечно же, подобные работы монументального искусства хочется сохранить там, где они были выполнены. Но бывают случаи, когда, например, само здание находится в очень упадочном состоянии, и его пора бы уже сносить, но необходимо сохранить сами мозаики или барельефы. И эта мозаика на одном из зданий в микрорайоне Теректы и в очень заброшенном здании совершенно очевидно, что состояние здания очень плохое, его с большой вероятностью снесут, но очень хотелось бы сохранить сами мозаики. И вопрос открытый для всех нас, в том числе в этой аудитории, что же мы можем сделать с этой мозаикой, если мы даже ее постараемся сохранить, где мы ее поставим? Должны ли какие-то культурные институты пространства, например, музей Костеева, выделять какое-то пространство для того, чтобы выставлять эти работы и сохранять их там? Или это должен быть какой-то парк, как, например, парк за кинотеатром Сарарка, где сохранены статуи Ленина? Это что-то, которое я думаю, что я открыт к слышу предложений, потому что я думаю, что лучше сделать эти работы доступны и видны для общественных, чем позволить их уничтожить. И я более чем открыт выслушать какие-то мнения или решения по этому поводу, потому что, конечно же, было бы очень важно сохранить эти работы для доступа к горожанам. И очень радую то, что работа, которую мы сейчас делаем по сохранению монументального искусства, происходит не только в Казахстане, а только в Алматы. И похожие проекты есть в Украине, есть в Бишкеке, есть в Грузии. И я думаю, что здесь нет никакого совпадения, то есть это не совпадение, то, что эти проекты сейчас начинаются одновременно практически. Я думаю, что мы достигаем очень критичным моментом в истории постсоветского места, где люди могут начать расстояние на события этого типа работы. И мне кажется, что в постсоветском пространстве сейчас очень важный период, когда мы можем смотреть на эти работы с более рациональной точки зрения. Когда люди могут смотреть на эти работы и видеть ценность вне контекста только идеологической важности или актуальности. И в сохранении данного наследия очень важным является наша личная позиция. Будем ли мы предлагать какие-то усилия для сохранения этих работ или же мы просто позволим их уничтожить? Я думаю, что лучшим способом вынести это на обсуждение это сделать эти работы более видимыми. И это одна из причин, почему я начал этот проект, чтобы сами горожане могли видеть, насколько богат Алматы с точки зрения монументального искусства. Из фотографий, которые мы нашли в архивах, вы можете видеть, что там был момент, когда монументальный искус был называемый и секси. И по фотографиям, которые мы нашли в архивах, совершенно очевидно, что в какой-то момент в советском периоде монументальное искусство воспринималось как что-то очень модное и ништяковое. Если есть какой-то мечт, то мы можем сделать монументальный арт в Алматы и секси снова. И одна из моих, моя мечта в этом проекте в том, чтобы, занимаясь сохранением всех этих работ, мы смогли снова сделать монументальное искусство модным и клевым. Но более серьезно, не только секси и модные, но и также исторически важно. Не только для истории Казахстана, но и для истории всего мира. То есть вне контекста модности и клевости, но также для того, чтобы оценить важность этих работ в истории не только Казахстана, но и всего мира. И есть причина, почему меня как американца привлекают эти работы. И я никогда в жизни не видел подобных работ у себя в стране или путешествия где-то по миру. И это что-то очень, эти работы, это уникальная вещь для вашего города и то, чем вы могли бы и должны гордиться. Спасибо большое.